Брещно-спортивная, Брещно-олимпийская. Почувствовать себя частью олимпийского движения просто. Необычное и грандиозное торжество для молодежи традиционно организовали представители Национального олимпийского комитета Беларуси в Брестской области. В парадном строю дети-спортсмены, юные чемпионы, продолжатели олимпийского движения, учащиеся в всех специализированных учебно-спортивных учреждениях города. Соревнований, конечно, мероприятий у детей просто масса. Но, конечно, отдельно можно выделить категорию подобных мероприятий, потому что они пропагандируют олимпийское движение. То, что дети сегодня приходят на спортивные дорожки, занимаются, у них тоже есть спортивные соревнования. Там, где они меряются силами, показывают высокий спортивный результат. Но вот подобные мероприятия, они отличаются тем, что в них принимают участие и звездные спортсмены. Сегодня можно увидеть вживую наших лучших, самых сильных, нашу гордость белорусскую спортивную. Волейболисты и хоккеисты, футболисты и гимнасты, фехтовальщики, каратисты, баскетболисты и фигуристы. Только начинающие и уже опытные мастера. Возможность пройтись по красной олимпийской дорожке была у каждого, кто пришел на праздник. Встретиться с молодежью и пожелать им достижения высот в спорте пришли знаменитые белорусские олимпийцы, именитые чемпионы и ветераны спорта. Юлия Нестеренко, Сергей Мартынов, Тамара Самохвалова, Виктор Браченя. Если говорить про эти мероприятия, то, конечно же, очень много ребят, даже вот сейчас разговаривал с дедушкой, одного внука, говорит, вот хотел заниматься хоккеем, да, сомневался, а вот сейчас уже хочет. То есть посмотрел, как уже это интересно и красиво, то, что действительно здоровый образ жизни, это здорово. Нужно в первую очередь верить в себя, если будешь верить в себя, то все получится, потому что везде все люди на нашей планете одинаковые, кто-то тренируется просто больше и верит в себя больше. Поэтому, если верить, то все обязательно получится. Не секрет, что многие ребята занимаются спортом, но не на полном, не то, что они еще сегодня не видят той олимпийской цели. Поэтому сформировать эту цель, мотивацию, выработать патриотизм, чтобы они действительно загорели с этим желанием прославить страну. Чтобы, когда есть очень сильная мотивация, как говорит наша Юля Нестеренко, то тогда, ну, условно море по колено. То есть можно добиваться серьезных результатов. Эпицентром праздника стали спортивные площадки, где ребята смогли посоревноваться в ловкости и физической силе, начиная с традиционных – футбола, баскетбола, гандбола, заканчивая роллерным спортом и айсштоком. Несомненно, это, конечно, не настоящая олимпийская игра, однако настоящий соревновательный дух чувствовался во всем. А еще это лучшее место для мотивации, так считают потенциальные олимпийцы. Хорошо, когда спортсмены могут увидеть своих кумиров, таких белорусских наших призеров, которые помогают нам мотивироваться, помогают нам достигать своих целей. Потому что это люди живые, и можно с ними пообщаться, сфотографироваться, они могут дать какой-то цельный совет, как спортсмен. И я очень рада, что проводят такие мероприятия у меня в городе, я сама, как спортсмен, люблю в них участвовать. Я очень рада, что есть такие мероприятия. Мы еще раз напоминаем о тех возможностях занятий спортом, которые у нас есть сегодня в городе Бресте. Потому что все-таки современная молодежь немножко разбалована всеми благами сегодняшней цивилизации. А для того, чтобы заняться спортом, нужно переселить себя. Нужно как минимум взять, встать, пойти и заняться, пропасть хотя бы в секцию. Поэтому вот такие мероприятия, они и проводятся с целью максимально показать то, что у нас сегодня есть и чем можно воспользоваться. Олимпийские игры – это главные старты в жизни любого спортсмена. И не исключено, что именно такие спортивные праздники через несколько лет дадут свои плоды, зарядив и вдохновив молодежь. Потенциальных обладателей призовых медалей на успех. А Брещино увидит новых олимпийских призеров.